Еще что я хочу сказать, вот очень связано буквально со всеми, как я говорила, органами, с нервной системой, с нашей такой вот интуицией, вот я забыла сказать это раньше, в первом зуме, вот говорю сейчас, когда я самый первый раз проходила реабилитацию, у меня вот, вот не помню на каком этапе, или на первом, на втором, где-то в первой половине вот была такая вот интуиция, какие-то предчувствия где-то обострилась, но мне приснилось, конкретно два вещи в снах, причем один какой-то образный, а второй сбылся, ну вот не буду говорить сон, но сбылся прямо на сто процентов, я на следующий день, я этот сон знала, и в реальности я попыталась его изменить, то есть я поступила чуть-чуть не так, чуть-чуть не так, как во сне, но результат, результат, то есть я общалась во сне с женщиной, и результат, и на его общалась, и результат был точно такой, как в моем сне, вот точно такой, то есть она как бы меня то ли не услышала, то ли услышала, вот такой вот, я так после этого очень ходила такая под впечатлением, и думала, упал, вещи сны, да, можно по-разному относиться к вещам с нам, одни говорят, что они есть, другие отрицают, но вот такое вот тоже отдельная тема про желудок, тут вот очень, с одной стороны, информацию можно дать кратко, с другой стороны, тут буквально с каждого предложения можно развить, и в литературе вот такие вот тоже случаи немало, когда сны сбывались, и еще отмечу такой вот эффект, что у меня не было обострения, но у меня начались боли на кисломолочную продукцию из магазина в животе, прям, у меня никогда, практически никогда не болел желудок, кроме детства, да, в детстве, там, когда я в школу не хотела идти, там, переживала, у меня такое было, но во взрослом состоянии, может, какие-то единичные разы, и я покупала магазинную продукцию более-менее регулярно проверенные, как мне казалось, на то время одни из лучших магазинов-производителей, я покупала кисломолочную, то есть это не было молоко, это была ряженка, йогурт, и вот я поем, и мне вот реально плохо, вот такое как бы обострение, с одной стороны, как обострение, с другой стороны, как интуиция, что мне это есть не нужно, вот, и сейчас мы покупаем молочную продукцию у проверенной женщины, причем она приезжает раз в неделю, и к ней стоит очередь, то есть если она есть, к ней очередь, если ее нету, стоит человек 10 уже и ждут, потому что, потому что очень вкусно, очень все свежее, ну вот натуральное, вот такое натуральное.